Сапрады была такая пропоновано концентровать увагу на том, что мне подобается, что является с одного боку моим хобби, а с другого боку именно то, что позволяет приблизить, наблизить историю Беларуси, историю именно нашей краины. Это мы можем сказать и про малую родину, и про великую краю Беларусь, наблизить до излучальных захорон, до людей, которые в принципе далеки от истории, и которые просто много повинны текариться, взвертаться до той истории, ведать ее, иметь свое меркование на кон, не старыш как падеть. Я подректовал в довольно-таки гориткий теоретичный абстракт на кон того, что ж такое войсковая историческая реконструкция. Сапрады, это не текавая нередж, и она вот так добро распрацовывается и изумя живой, набуково распрацовывается, накористовывается. Но я так думаю, что пошлю я все-таки со своих уражений о накондах этого, откуда это заявилось. А позднее просто буду взвертаться до некоторых ред-шоуков, это для людей, которые не занимались никакой искусственной конструкцией. Думаю, что группы всякие идут сидеть, и они вот, альбоны родились одразу после Советского Союза, альбом за советским часом, народились и они памятывают такую гульню, как войнушка. И в этой войнушкой она поступово перепрацовалась и переносла такую саправдную войну, в смысле того, что люди подшали то свое закопление в детенстве немцами, русскими, в смысле, в укосе, думално, переносить на историчное падение, на войну. И тады, вверх дома, не было люстры такой нормальной, как это была добрая датышная зброя, мундиры и т.д. А зараз гэта у всей махчанности з'явилися, и люди пачали прикрыстовывать это именно в этой войне. Зараз, когда они уставы взрослые, когда они там з'явилися семьями, их есть дети, их есть бизнес, их есть працы текарая. Они являются специалистами, специалистами по истории, специалистами по войсковой гематации. Тому, что просто человек, який, ну, пусть, там, марить про некий мундир, там, немецкий и т.д., советский мундир, и он не станет конструктором, и он не сможет стать, потому что тут великие саправды требоведы датышны, а саправды требоведы неслабо, неслабо колькость грошей. И, главное, требоведы жаданье, минавито быть в эту новую веду, новые веды отрывать из т.д. Если человек входит в историческую войску и историческую реконструкцию, то он начинает следовать той армии, той войско, которым он занимается. Я вот подрактовал спровоздачу по деятельности моей группы, группой, которую я означаливаю, белорусскую войску польским. Тут, прежде всего, утром идея про формирование в польской армии Дрой Рожьей Посполитой, межвоенной Польши, 1921-1939 год. Но, так само, тут мы долучаем им формирование первой польской дивизии метода Рожьей Костюшко, которая формировалась на территорию Советского Союза, где не было боевых денег на территорию Ленину, то есть на территорию Беларуси по Ленину. Ну и позднее там уже обезваляла территорию Польши, разом с часткой джерной армии, где не было штурма Берлина. И текавость до этого аспекта истории связана с тем, что и у складе межвоенного войска польского, и у складе первой дивизии Костюшко, и первой другой армии народного войска польского, была значная колькость альбо выходцев с Беларуси, альбо просто белорусов. Кали мы скажем про межвоенное войско польское, это 70 тысяч жахаров в заходнее Беларуси. Кали мы скажем про первую и другую армию войска польского, а тут процентный состав тяжко назвать. Кали однозначная колькость тому, что с армией Андреса этнические поляки большие. Кали на территории СССР формировалась, виновилась дивизия, которая позднее переросла. Туда ухлечали всех, кто имел дочинение неким джинам до польскости. У меня мать, батька и т.д. Из Витебшин, наверное, что тут достаточно много людей. С червоной армией вытягивали людей, людей из Сибиры, которые были потомками повстанцев 30-го, 63-го года и так далее. Они там жили весь час, но тут требовалось строить свою польскую армию, и мы сей створали. И мы... Завелась такая инициатива на Угане, я свернусь до своих польских коллег, историков, которые так самым профессионально занимаются органской исторической исторической, и на каком-то там. И вот мы так подумали, что варто было обзарабить белорусский акцент в этой и польской реконструкции, и у нас, в Беларуси, раз именно эту реконструкцию, вернуть устамин про некоторые аспекты нашей национальной белорусской истории. Ну и мы сконцентровали увагу на неких таких великих битвах, а легалуны из них вы могли бачить их и в публикациях, и в материалах, и в интернете. Это, прежде всего, битва под Муа. Нагадаю, что в початку Другой Северной войны, в первые дни вероятствия 30-го года, этот город обороняла 20-я дивизия войска Польска раз под Барановичем. Там полки были в основном пополнены резервистами на территории заходной Белоруссии, значит, на сколько были поляки белорусы. Есть документы, доследовались и поляками, и мной, спровоздающие на конт того, как себе поводят поляки, что они ведут, как они заходят себе до польской державы. В 1937, 1938, 1939 год по каждому году спровоздающие и другого отдела на польской Герштапу есть, и спровоздающие войсковые. Эта дивизия 20-я архтовалася на выпадок войны с Советским Союзом. Она называлась «Крепостная». Она правильно была занять оборону под «удаках» в двухчасовых эмоциональных кропках на линии под Барановичем. Это были старые немецкие муцелами, которые в порядке модернизовали, добудовали свое муцелами. И такая линия, которая на досыть великую проблему это укликала в богу Советского Союза, потому что за боку были болоты, ванны, и пройсти, некобы стих эту линию муцелами не отрывалась. И как пришел бойковый инженер советский, ее прописывал в этот момент в книжках 20-30-х годов. Ну, именно эта дивизия по оперативному плану «Усход» была оборонять Барановичский Соланный участок. Но на городе для других ситуация изменилась. Был переробленный план «Захад». И тому высоковеку 30-го года, подчас прихованной мобилизации, эту дивизию перекинули на полношу Польшу. И там, восьми, она великих худенько была отбудовать до эмоциональной кропки по ЛВИ, подбасывать некие окопы, некие фортификации, все эти рэджи, и она великих я был на первый раз, приехал на эту реконструкцию в 2009-м годе. В 2010-м годе мы ходили, мы дадели, я это выгадаю, потому что для меня это было справдно не текало, мне это на место было, что я это загадаю. И поляки попалавали, а вось нам, бракуя вось на этой реконструкции именно это белорусский акцент. Мы тут показывали, доробили, а не нам будет больше текарей показать пляшуку, тем больше, что они тут смагались, смагались или не мудно, героично. Это правда историчная, что ваши тут белорусы были. Мы повесим белорусский стяг, официйный стяг, а эти белорусы повесим в благостях. Нам треба показать, что тут заправды была наша бракуя намс. Разом смагались, смагались ваши нужны тут. Это и для вас так само, великая повара, вельми добрый момент, тому, что это ставлен к истории Белоруссии. Ну и я так подумал, ось я уже на той момент починал сбирать мундиры, апранать, ну апранать, в смысле, там, сбирать офицера, жанера, и хлопцы уже подавались эти каблики, не эти каблики, а не историки, люди разных профессий, разные грамадские страны, и так далее. Але цікавость была поляки, евреи, русские, грамотяния Беларуси, а лунная, цікавость истории Беларуси была, и Беларусь самая наша. Ну и восьми зарабили гэтую группу Беларусь-Угорьску-Польске, мы зарабили основное мероприемство Менавида Викопадмлавы, и почали ездить тут. Зараз я вам покажу с дымки, с некоторых конструкция Менавида как бы бачили, как это выглядая, и сразу поперечу, что присутничая от пяти до десяти тысяч человек приезжая в это нечто на кшталт Грумальду, как вы представляете, ну конечно, с самого Грумальду мы там не досягаем, потому что там векие бавунты, грацинские фесты, тут гэта га нема, тут цепрадное поле, где отбывались и гэта войсковая деяния, тут стоят парыжки гэтых старых мацаманьев польских, які промалют дел, ну и вось на гэтэму всем будуються сценография веся, и вось отбывается менавида война, гэта реконструкция. Ну и зараз я вам показываю в этой оздымке, а то хлопцы сменают из моей группы войсково-исторечной реконструкции, и башите, взрослый, на первенем плане человек из Минска, Павел Ларецкий, ну там человеку, я помню, уже за 50 годов, який днесли поляк, я пытая меня некакий разов пытав, кто ж я таки. Я кажу, ты белорусский? Я ж выясно родился, я кажу, ты, у тебя святомость белорусская? Белорусская? Ну и все. Шо цікава, за всей группы один я только разговляю по Польску. И хто больше не разговляю по Польску. И шо цікава, это аутентично оригинально, так як было. Но, коли гэтае хлопцы ехали на фронт, то им было тяжко, именно с разумением гэтых польских команд, гэтых польских уставов, и они хученько на то, что разумеет, шли и пайшли. Алина справа тем, что, безумовно, ось так это гуляет на Польске. Гэта оригинальный бункер того часу, когда я бачу, он прямо уделом взрывался, непосредно перед реконструкцией, перед каждой реконструкцией будуюцца умоцаванни, штучныя, будуюцца акопы, будуюцца и робецца пиротэхника. Прошу, и пиротэхника робець хлопцы, он не так кинастудий, профессийныя, не тоя, что в Беларуси. Робецца саправды, гэтикея грошина гэта выдаецца, страховка робецца, безумовно, все это так, как гэта было нормально. Але, там, баш эти далей, гэта саправды, гэта саправды, гэта саправдная ведовище, саправдная сделки фильма, альбо, айсаправдная война. Ну, приезжают, з дзявчинами, з жанчинами, розными, я бысь, Марина, яка я тут присутничая, в этом годзе, по-тажаве я их не взял, а не, у фейсбуку юэст можете поглядеть, прэмусяу я дзявчинам пашыцць зукьетку, тарэ часную, и выглядаў има вельмі, аутэнтишно, оригинально, на гэтан поле битвы. Ну, и вось, пачынаецца битва. Битва с уделом техніки, што мя уразила у польской реконструкции гэта у дел великай колькасті новодельных, тое, шту зрублено у нас час, але оригинальных, в сэнсі таго што я не углядаў на 100%, на 100% оригинальна, видал техніки, минавито пачатку другу, су светлый во имя. А ось моя група, ось мы тут не ступаем, идем у атаку, и што тікаво, што мне так само подобалося, поляки на упорной реконструкции нашим делам, минавито беларусов, выставляли у центра у ваги, каб и камеры лавили беларусов, каб люди чули, ну и што, минавито пе, тое, што на все поле раздаецца по беларуску мат, раздаются слова по беларуску, раздаются команды по беларуску, и обошня реконструкция, дякую Богу, нават под музуку «Яхоу лидвин», «Синяя бонда» и так далее, што с правды паво атак, як мяло быть. Ну, вось вы бачите, я к этому гадаю, коли самолеты, подрихтованные пилоты, они погадают над самыми головами, и реконструкторы боятся стрелять, холостыми патронами боятся стрелять, потому, что они боятся, восьми на этом, подчапить линтерском самолета. Ну, вось, хлопцы, я шипер от реконструкции, што подавается руку польской реконструкции, люди починают не просто гулять в войну, они починают переживать то, что тогда было, саправды. Это сталые мужики, за шестьдесят, за пятьдесят, за сорок годов, они не гуляются, они, саправды, пытаются показать саправдную лекцию истории. И они, в разумею, что за ними сачать тысячи больших ростов, причем на каждую из этих реконструкций запрашаются и амбасады родных краин, и замежники из Варшавы проезжают 32 километров от Варшавы, это им лава, и саправды узорами архитикалы. Техника, шмат всякого. Да, вось, тут раз в Бакареджу, не варта бачить у реконструкторы нациста, пелзубчика, сталиниста, гестапоуцы, и так далее. Человеку немецкие мундиры, мне там доставалась его кость, а Медников там занимается польской пропагандой в Беларуси, если вдруг занимается пропагандой их польских интересов, это вообще хоре. Я занимаюсь и нашей белорусской историей, и одной, что у меня была такая пиропалка на одной из приемов польской посадки, запросили мою группу о мундирах, мы опоминаемся у разной мундиры, разных часов, разных армий информации, там Аковцы, войско польское народное, войско польское 39-го года, и приходим, как некий антураж зарабить, и заодно из таких ветеранов польских мне довелось так трошки посылаться, так спокойненько. Мы изъялись англезды, и я ей скажу дякую по-белорусскому. Она говорит, я тут дякую, потому что эти шпаны с мундужи польскими, ну так, если мундужи польскими, а если не белоруссин, то пошли по шампании. Ну и я за все это подкреслил, показывал и рассказывал, что все ж таки, как наша белорусская история, наши хрупцы, 70 тысяч человек, якие обсмагалися мужно, героично, не только что дякую не сказали, но нам все не памятны про гэтых людей. Ну, это исторический антураж, это поле битвы, так выглядяя, и, заправды, моментами не треба играть в туя войнушку, потому что, когда там идёт дым, когда идёт танк на тебе, ты разумеешь, что треба не ртоваться, выходить с ней, но вы бачите, что такая стена по огню тут можно и отрывать нечто. Бывают непоспешные моменты, подчас реконструкции, когда, на той вот, некие моменты не усгодняются с организаторами, и мы одной же отступали по звёздку, такая штучная звёздка, и она пожинает в буху. Выбухи пожинаются именно в той момент, когда мы проходим такую перевёзку, и ковалки древна пожинают весь так вот лететь. Тут безумовно ложишься и чекаешь. Бывают керпские ситуации на реконструкции, тут важно разуметь. Мне как Хоббц рассказывали, есть реконструкция, ну да, у всех потерянных в Украине, была такая реконструкция за нашу Одессу, и там, безумовно, оборона Одессы, 41-й год, ситуация в Бельмии такая жуткостная была, советские мраки, ну, безумовно, реконструкцию бундира советских мраков, ознавшили реконструкцию, и подчас реконструкции пришопили штыки, и пошли они на немцев лотан, сколько мурав. Ну и это не немцы рассказывали, но немцы, а украинцы, всякие в бундирах немцев, они сказали, что, если бы не отступили, не упали мертвые, ну, мы бы и оказались именно на этих штыках. Бывают керпские ситуации, когда, например, человек забывает на шомбол в интуции, и позднее уже стрел. В этой шомболе, как стрела лететь, ночь человека забило. Но это моменты, это не байкеры конструкторские, это просто то, что надо ведать, и треба выберечь каждое зброя, навод та, якая не з'является зброей, там, макеты, у меня, например, не слабая коллекция макетов, али это еще цацки, это еще навод не зброя, это все испанские рэджи, якие зроблены с силамина, навод заменянниками металла, аутентично 100% выгадает тая зброя, али не з'является, навод не треба, не подрагуя до злого милиции. Али навод тая зброя, может быть небоспешная, когда ты в некую рукопашную схватку уступаешь, и некого чапляешь, что там могут быть и выпитые зубы, и некие царапины, и так далее. И когда это поведаете, разумеете, просто такие маунты, про которые я вам скажу новость, мельников, стоят их офицеров, капитан войска польского, с аутентичным полковником войска польского, оригинальный хлопец, как и новый хлопец-мушина, стоят в область мяне, и он оригинальный, их будут служить войску польским офицерам, и тут он будет делать именно до 30-х годов. Вот техника, они зараняли от нуля, это Т-1, Т-2, это новодельные танки, они сделаны так, когда были данные, это в начале Другой Существенной войны. Вот всякие сдымки отремливаются. Я не позировал, никогда не позировал на эти моменты. Можно позировать, например, на постановочных сдымках, можно позировать на сдымках фильма, а на реконструкции просто не отремливаются. Треба, тебе ушат наушник, и ты отремливаешь за ад, что тебе работать в данный момент. Ты идешь в атаку, ты отзываешь людей, и я закрывал, и не отступили. Но так это и было, с оправдой. Верметикаме моменты, когда на реконструкцию привезли сто пять и сто семь годового человека в будильнике битвы для реконструкции, вот как по Фрейду, ветерана в Другой Существенной войне, офицера, и он, еще живой даже. И он нам очень интересные моменты был. Я посмотрел на эту реконструкцию, когда его подошли, подождите, и так это было. И, пожалуйста, это так не в целе было. Мы дочекались, как они вошли в те дроты, и их с куриным следом распределили. И уже наступили реконструкцию, мы сделали так, я узгадывал мяновита гэты ветераны, який рассказывал, что мяновита гэты момент до этих дротов, и они подыходят, и мы их там разбиваем. Гэты моменты показывают, и каждый хлопец, девчина, школьники на уроках рассказывают про эту битву по новому, и они навык не красавлются книгами, и они рассказывают мяновит об истории, что они башли на этом поле. Тому у нас отказность, мы не повинны играть в эту историю, мы повинны показывать то, я об этом гадал, с президентом Польши, и с Комаровским, он приехал, и они проверяли все, и они гадили как по сброе и так далее, но он был сделан, когда я подошел и сказал, что мы из Беларуси приехали, и это было просто и он кинулся обдыматься, дяковать нам, и что вы приехали, и великий дякую, что вы памятите нашу работу, историю. Беларусская реконструкция у нас трошки иншая ситуация, у нас розные клубы из Ньють, розные ситуации, сварки есть и там, Польши тут, зараз их достаточно, на жаль, но проблема в том, что у нас нет просто нормальной базы, нормальное поле, идеология уплывая мимо слоя. Я, например, несколько разов пропадал той же Олинии Сталина, комплексу историко-культурному, а давайте сделаем 17-е версии. «Ну, не, ну это ж невыгодная ситуация, тема и так далее». А что это невыгодное? Ну, было-было. Вон тут я разговариваю, есть хлопцы, шаблонная армия, а что вы за все, да каждый год немцы, русские, немцы, русские. А вновь же мне удалось отреканать, что давайте сделаем дивизию Костюшка. У вас тут даже есть у Витебского хлопцы, которые занимаются на территории Народного войска поиском, а они въездили, они в отелье Сталина, но их не шматривали. А вот, когда додалась и наша группа, там, с правдой, трималось невеликое количество этих людей, и трималось, но так досыть текало. Больше того, мы тут зарабили реверанс для поляков, мы же с флагом пришли, черво-белым, и сдымало это все державное телебачение, и сценарий каждый год один и той же советская война наступает и позволяет белорусскую верстку. И тут по авангарде наступает дивизия войска поиска 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 на все камеры БТ, СТБ. но я не знаю, что сказать, но тут я подошел и скажу, мы показывали момент того, что под Ленином была такая в Беларуси была хрезбина войска. вот так мы глядали на линии Сталина, и так это важно, чтобы это больше оборванцы, чем войска, на тот момент они такие были, потому что фронтовые частки не тяжело приходилось, и саправды было шмар, чего делать, помогать, но либо нам все измогались. И когда закончилась реконструкция, было удивление, что немцы, чего стояли поборж, а до нас кинулись люди без дымков. И подчас этих дымков я 20 человек узгадывал, которые начали узгадывать, а у меня бабка служила, у меня дед служил. Я эту историю всех позбирал, здымки, истории, факты, и они пошли узгадывать, что это исновало. Приходил человек за 40 годов, и каждому из дымок это что? Мы тут у рогатынца сидеть, а не 30-е годы, это вторая сусветная такая, это пенеровские, это первое обелитие войска польской армии. А что? Мы начали копать, и мы всю историю прокопались, нашли, и как бы отрымались. Как вадома, важным моментом являются разные исторические даты, и до этих дат безумовно посвящаются этой реконструкции. И сейчас, начиная с 1916 года, мы узнавали первую сусветную войну. И как это не делано, незначенная количество удалов и добрых реконструкций под первую войну отбывается в Польше. Поляки досыть добро памятуют этой эпатии. Они заховали все, что русские, немецкие, австрийские, на территории Польши. И что интересно, они занимаются глубоко, не меньше, чем россияне, горшины сфрагуют взводки политизования этого делу. Поляки наоборот показывают трагедию этой войны, которые в одной и той же питве удержали поляки. С одного богу жахары царства польска, который выходил в Российскую первую другую попу русаки и жахары островяндры. Так само же польское похоже, они уже увеличивают войск. И протокольные битвы протягиваются до середины 15-го года, когда фронт перешивают в Беларуси. У нас у Беларуси так само отбываются под Сморвольнию, под скоками направления мероприемства. Но она носит такой локальный характер. Там державы мало удержившие. у первых святых я считаю трошки удержившие. у Польши это супер фестивали международные международные фестивали международные и подбегать капитаном императорское войско. на позже реконструкции под Млабой мы дали белорусский акцент на Беларуси на Голи. Было ведь митикало поглядать католики поляки креститься по православному но так выглядело. На документах и материалах написано что перед 1931 годом вымышлены поляки и молитовник по-белорусски выдавать и вводить православную церковь белорусскую некие белорусские акценты такие украинские белорусские акценты на это войско польское межвоенное и пациент не поляк а тут я стою а бронейку или с Литвы поехал. Бронейки ангельские дроблены на 0 но я поехал с Литвы. Поляки которые обманули мы делаем Трусаку как они называются в а там на фоне стоят заправные американцы которые стоят мудиры американское армонское то вот вот как выглядит первый момент это атака мы тут ждали планшет мы ведаем что нам рабить мы ведаем фильм и все что я хотел сказать но в это в аршалске я живу в армии там там им не текал был момент когда наступала первая армия и требовалось записать крик ура но это уже не то ли новость не так бюджет гроши невероят тому шукали всех морщимостей поехали в европа приехала в реконструкцию и русском молнии тройка литовцев литвы и пять человек с заходной Украины и вось мы встали это восемь человек и в царских мундивах и diagonal поплала ура а в запись Готовщ как что было в этой минуте, как ура, какое записали, ну не русские, не один это русского, а тут не было. Реконструкция телосемейная, проезжают целиком с семьями люди и обманываются и робят шару и палят волзармяты, потому что у них они добро поставлены в этой моменты, и они заправды этим любят. Люди занимаются разными профессиями. Я в России историк не подшествовала занимающихся, потому что мне подобается, но тут восьми на это справа такая семейная женщина-стоматолог, и он бизнесовец, но подобается, и они восьми так работают, и восьми с этими американцами, так само я не тякавый момент, про что уголь у нас было ведомо, но тут наобили на это такие сценки с первой светлой войны, не от самой реконструкции, а показываючи самим людям, которые приехали в Таршан, что были бои на заходнем фронте, бои на исходнем фронте, то есть тут мы на это показывали бои 17-го года, на заходнем фронте, когда там уже были американцы, был русский экспедиционный корпус, ну, как башен, взрослые, взрослые, хлопцы 12 годов, все смеялись, а что у тебя там за медали висят? Ну, это батька его благородил, у хлопца уже запрещено 12 реконструкций, мы говорим, что каждый день народился, а сразу на реконструкцию, он говорит, ну, что мать что. И таких хлопчуков на реконструкцию достаточно много, сын Палкает, как раз скажут, але вручу Польшу я не заправдываю, досыть шаста вывозить, приезжают, у Деларусь так само, как это робить, я пронарюсь в России, это так само достатково добра развита область, постановочный кадр, досыть тикаро отрымался, и столько медали шабли, я даже уже не дымок, медали шабли. Тут таки больше заманевка, но то, что нам удается робить, это именно это просто польские меди, и доказывать, показывать, и белорусские меди, что СВД войско-исторечная реконструкция это не просто ульняния войнушку, а именно это, что это наша лекция истории рассказать, показать, у Польши показать, что это, именно это, то есть огульная трагедия, в Беларуси показать, что это была огульная трагедия. Тут так само, варто показать, у нас белорусскую реконструкцию Першей святой войны, что в этих мандирах, царских мандирах, белорусское войско на той час не было, даже белорусское войско до прошлых годов делилось, а так ранее его и не было, и не тяжко зрели. но, что мы были в мандирах инших краин, наши дяды, прадеды, наши протки, в мандирах инших краин, но мы уже взмогались с упроти ворона. И героизм России и русской армии, и польской армии, это им важно подкреслить, показывать. Это нас так самое не текало, это снижение 16-го года. Реконструкция, которая проводилась под патронатом Министерства обороны Польши, это первые бои польских регионов на Усходном фронте в Валинции. Поехали, то есть, не было зимы совсем, и тепло было, и трудно. Али приехал министр обороны Польши, поехали там амбасаторы некие, то есть текало было, после шмот людей, но и, таки, трошки перекроили мы все в это, потому что повинны были показать некую такую сценку, а мы показали, что русские не сдаются. И это было соправды, но так иные оказались у отражения, они измывались, и поляк, офицер, старший офицер, им вышел до легионеров, которые отражили эти отражения и сказал, русские не сдаются. Это историчный был такой момент, и молодые польские войсковцы глядели, когда этот микрофон я без акцента скажу, русские не сдаются, и говорят так, что это? У ситуации, когда Украина, война и так далее, но так было, это же не продумка, это же не спектакль, история. Верно, так же, это все отбывалось, а конструкция для монгилок старых, монгилки шмат национальные, и досведь великие монгилки православные. Нажали безыменные, безыменные, потому что там на некоторых монгилах написано 37 русских солдат, и все, имен нажали только некоторые офицеры, а Жалмиров просто похорон. Некоторые монгилы заховались с часу первой святой войны, а большинство монгилов уже, конечно, другой Рожьей Посполитой их обновили, зарабили и поставили, но часы социалистичные Польши тут трошки повиновали, а могилы большинство и заховались, но и уже часы третий Рожьей Посполитой и существенной Польши обновили эти монгилки и досведь теканы. Важно разуметь, я вас сразу скажу, что поляки в этом сенсе они гроши не отрыгивают от российского боку, взвертались до россиян, как ты дали гроши на водилки червон-армейцов 20-го года на морилки в 26-й войне, они копейки не дали, и они еще своим подыходом робят, сами ставят, сами одновляют, сами молодёров ганяют, и немецкие, но с немецкими демш там немецкий союз походу за войсковыми взбахованиями, больше таки активны, а вот россияне, нажав тут не ссорчут за своими морилками, и тут сам польский бок, и больше того, он не только офицейный бок, а вот именно реконструкторы, люди, которые занимаются войсковой историей, они ссорчут на ТНК, то есть это обновить. Одна из таких мини-органструкций это был поход, а не только мы находимся на оригинальных бойлках в 26-й войне, где похоронены советские военные поломники, то что мы белорусы. Я нашел там человека, старой бакури, я не знаю, это памятило, как о 40-м годе, поломники сберли, там некакий человек, где бежали, вот эти вёски, их там немцы поймали и расстреляли. И она мне начала вот эту историю рассказывать, и тут на чистой белорусской мове кажу, а вот матуля, схавай нас, и они так мне казали. Я кажу, а нечто я шею, а вот они что-то такое казали. И казали, что действие там с подлепили. Ну и вот им, что откуда, где, как нажать за сегодняшнюю нерешнюю, удалось его ставить, а вот нам все будут пукать, так само текаво. То есть, поляки запаховали на этих бедных советских шуман-армейцев, поломных, и то есть, так как это запахование сегодня есть. А вот нам все празд реконструкции, празд мероприемства, но вага до этих мовелых была протягнута, и сразу же тут у лады поставили крыжи, поставили шинды, и информация есть. Ну, вот так выглядят наши фесты, так агульно мы сбираемся, некие походы. Вот те же самые муилки, где там написано 47 русских лига, это уже та же полиция. поляки, 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 аки немецекаюцца, аки досыть, досыть, досыть мату байк звертаюць, мінавіта, на деталей, пытаюцца, причем, вось тут, на гэтым здымку, вы познаете вось гэтага офицера, и он на тым-то здымку был на млаве офицером, и он заправдан офицером, и он войсковец, а по образу немецким кайзерским мундиром так само хлопает с войсковицем, с действенным войсковицем войскопольского. вось гэтым, на тым, тэх модинах. Калей, ось, там, подшимаюць казаць, ны шмат выделяемо мувахи немцам, ті полякам, туризмонам, советская, червоная армия, советское войско так само есть у реконструкции, мы ўпаказываем. Эта реконструкция у меня свиже, 2016 год, досыть тякава была реконструкция, тому што мороз был минус 35 градусов, и што не все валенки порабили себе, и саправдой было, я человек, который не пье в угле, ну, тяжко было, без этого так разуметь, в сапахах кирзовых, мороз, снег, ну, тяжко. А их горш, ну, тут ватники, тут в сапахе, с разумеем, што такой ватник, калей в этой реконструкции была, ватные штаны, ватная куртка, это нам сонтовало житё. А вот на реконструкции были немцы, у своих бумажных шинелях, и таких же бумажных штанишках, вот это, было саправды, навод у этого мы сразумели, какая розница наших командиров, советских и немецких. так, вот так, ну, вот так, ну, мы сделали эту реконструкцию, ну, на постаму початку реконструкции. а на этот, ну, так самый момент, мы зарабили, таки, полевый выход, по цикавой теме, беларусы, не беларусы, а, червономидцы, генералы Клеевича. Гэта ненавида тема, в неме цикавая, то есть, моя книга, цикавая Беларуская Атлантыда, она вышла у Снежни, в этой работе, тут, артыкулы, по этой теме, есть, а я про ее споюся, но, цикавая история, когда червонармейцы, жавнеры, червонные армии, в Верасной 1939 года, трапили у полон, да, жавнерва войска поиска, и сказали, что мы хотим смотаться разом с вами. Ситуация безвыходная, Польша разбитая, а войско разбитая, а поздняя, то есть, группа войска, это, то есть, оперативная рука Полессия, смыгает все, вот там, на Полессии, те то Украина, те то, Беларусь, и, то есть, в этой ситуации, яны выращают, поиски, именно в это, то есть, польское войско, и, то есть, многие люди измогались от опошнира Могунту в шахтах польской армии, и трапили разом с поляками его немецкие полоны. Лёд, для тех людей, до сегодняшнего дня нажали в немедомое. Я сейчас шукаю в немецких архивах некие там, спровоздачи, они сказали, что мы до Совета не пойдем, поляки пропоновали, давайте мы вас отдадим вашим. У нас нема ани лагеров для военнополовных, ани турмалов, ничем нема, тому мы вас либо отдадим своим. Мы сказали, у вас тут все живут, как у Америцы, в основном все фермеры, укор на своих господарках, дайте нам хоть некольки дён пожить, как люди. Это справдливось, вспоминали более генералов, офицеров польских, які описывали гэтые моменты, достаточно цикава. Ибо с гэтые моменты, я не сам был инициатором, а з дымки были, на кон того, як день жила оперативная группа поляся, я не змагаюся с червонами, с немцами, а я подумал, что гэт артыкл будет липий выглядать, коли мы зробили фотографичный рант в этих мунтирах. И мы за славой собрались и зробили. Ну и что? Дякую Богу, Республика догадалась про эту историю, потому что и все порталы перетруковали, и талибат шаги телефоновала, и зробили я это на семнадцатый раз, два года тому. Жастая некая провокация любого, а лишь просто так мы зробили, и тут я в барак Кинской фротели, так мы видим, как я выраю, потому что тут я переблюнул у поляков, у поляков нема монтира пинчуков, а у меня там далеко были те шаги дымки, я собрал целого гэтара пинчука, так как он гадал на тих ось тантышных дымках, как Мараки Пинской, я рослое патрии, ВНФ, а другой рыжий посполитый выгадали. И, когда я приехал в Устузне 2015 года на полевой выход, то в этом мундирах поляки просто «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Какие дышатся в ней краевой, вырастанем в эту стыдку». Просто люди не шукали архивные дымки, брали дымки нашей группы, как мне надо показать козьгятый кольр, как они выглядали. Но это партизанское формирование, тут не требует нечто вымышлять. Я вообще смеюсь, когда я в Москве до млера этими мундерами, подошел человек и говорит «Есо студентского театра, мне требует мундер партизана». «Ну а кем мы теперь партизаны?» Ну что, партизаны-то есть партизаны, мы понаправим все что есть. Но мы нам это зарабили, показали, рассказали, и поздно с музея войско-польского в Варшаве и делали так добро и кем мы границами користались, как бы не только показывали нам вздымок на войскох, как и настоящий в такой хозе. А тут ничего не ртовалось, мы просто устали и зарабили как повинно долгодать. Это для гостевого дома. Я зарабил вот такой антурахик, один из моих сябров великих, добрых сябров из Бавруйска, даже так сама сябра моего клуба. Зарабил, обранулся, и поляки позднее в Медово пытали, где такие будинок нашел, где такие аутентично добрые выглядят. Я говорю, я ничего не шукал, это домик земляный с шильдами аутентично оригинальные, позднее там на выставе покажу, это шильды оригинальные, они были, полевые выходы. Цикава, да? Войско польске на роверах. Когда я показал эти дымки, я добавил на историчной правде, я являюсь редактором сайта Историчная правда, наш совместный проект с белорусским партизаном, и там досыц часто я на этом работаю артику о разделе истории о реконструкциях. Ну и, восьменно, это гэтый момент цикавый. И, поле оставалось цикавица, вось, наследовать гэтый момент, что же назывались цивилисты такие. В саправдых, это была вельно такая эффективна на початку Другое Светлое Войны, способ ведения боеводений, идеи, вось, вятые введения. И это были мобильные частки, они, восьменно, подыходили на это место, где отбывались некие суточки, и они мобильно разгортывались, а также мобильные могли адысти. И, восьменно, это эраберы, вось, ну, можно сказать, что на вот некий вид на мотопехоты, можно сказать. Восьменно, польская в этом саправдых корысталась сильными эффектами, на вот этих умовых, тяжких версий 1939 года, Але и немцы в этом корыстались, а, кали вось, памятник хронику ту же самую, кали немцы едут в палацах, хопленд территорию Советского Союза, они так само корыстовывают, именно вось, 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 велосипеды. Но вось, вось, вот, это, полессия, и вось, мараг пинской флотерии. Вэтэ крахи, які, патрыто специально, вот этот узору, введят их в музей, на вискозерце напись «Оэрпа Вильно». Вот, вось, минавитый катер, який был в складе пинской флотерии. Ну, так само тоже дымок. И вось так оно вглядает, и вглядать, справдые, ну, так, генами. Один минус был то, что я не подчармил в этой амузике, они у меня все отбалилися, подцаз, как-то, на маршу, и, позднее, повинен был сидеть и прошибать эти амузики усе. А так, сказали, ух ты, какого морда же у нас, такого никого не было. Добро, потому что, справдые, есть некий узор у музея Войска Польска. Далее я вам покажу еще презентацию из той выставы, я была заказана. И на той выставе именно это я, вось, ГТМ-мундеру усею показал. Поставю, особенно, ну, они, с одного боку, усея новая мундера, но они оригинальны и аутентичны за того часу. И они были даны много лет пиевшим на музеях в Беларуси, в Польше. Потому что, ну, справдые, оригинально, добро аутентично сделаны. И, вось, на жалю, например, в музее Великой Войны, у нас шо бесучасный, там, я говорю докладно, есть оригинальные мундеры и есть дикавые речи, на рождёнок того же самого войска польского, те народного войска польского, те некрасовые бригады, какая под Монте-Кассина смогала за супернацистов, а не это же не поставленная экспозиция. И там, видимо, идёт, там, не как из Дымкова Янка Брыль, там, если там, не как из Дымкова Пара Вера Смитильцева, вот и одноразово сороковый год, великая по СССР, и они слова про узернание, они слова про падение синастра Вера Смитильцева, так мало что. И вот если это рождало не аэропольское, ну, белорусов, польский мультивный район, не показали, а показали бы блок ВАРТ, блок НОГР. Ну, тут мы стоим, где люди, которые были одного выхода, целую штукку, десять километров прошли. Скажу вам, тяжко. В семье я всё подшерстил, у меня не было винтовки, а вот эти хлопцы были обмануты, целиком, так я войска на первую ледала, но так на прошлый километр уже тяжко было везти. А с ЖАОНЕР робили и 50-километровый день, как бы, мы не вравать, пероходить. И, по разгледу так само, начинаешь разуметь, что это, как это. Ну, дякую Богу, что это не реальная война, а при нам си ты уже начинаешь разуметься, что это, как той же самый парад, там будет, али цикавый момент, али люди, которые не имели ранее такое стисло обучение для войска, ну, по-видимому, нам всё так прозвучается. Ну, то, что я заявляю, то, что я цемернаруся, то, что нам удалось озробить, дякую Богу, вот этот беларуский момент нам удалось начать, и в 2013 году моя группа была первая, кто делится в параде в Варшаве с оказыванием Дня войска польского и первым президентом, реконструктором, дозволили провести марш. Ну, и реконструкторы выросли посвятить этот день Миноментопадеям 20-го года в Варшавской битве, но была удобная пропага, а почему бы нам не заработать и наших союзников? И вы тут до меня завернулись и кажутся, давай, вы все уже балаховцами пойдете. Я кажу вам, блин, за балаховцами тут совсем. Давайте мы пойдем первой с русской бригадой и стрельцовку. Ну, и украинцы заробили сейшами стрельцовку, позднее переробили на грязельскому войску, и вы все так пошли невеличкими группами, а не от центра. Ну, и, снова-таки, время текало было, никто не удержал таких массовых веких парадах. У войсковой службы мало, у кого за первым есть. А тут приехали сегодня, а завтра уже надо маршировать. Центр, ну, нечто на кшталт червоного плаца в Москве. Треба идти за техникой, треба идти, треба отдавать, треба все так, как мая быть. А это люди, которые не мают досвиду, которые нияк. И нас привезли на закрытую базу войсковую, чтобы у всех проверили документы. А тут у всех замерзники. И мы пять и один, ну, шторвались, сходили, отдавали на норы, как она как-нибудь. Але, саправдельно, это было тое, что треба. То есть, время текало, когда люди, где там, там, до войска нияк, идут, команды отремливают от заправных войсковцев. И, когда мы пошли, беларусы, дякую богу, пошли все нау, всели там, взважай, и так далее. Ну, дозеренты з дымок мне прицякавые. Этот з дымок мы зарабили подчас того, як зарабили клип «Хлопцы валаховцы». Такий знакомитый клип, подчас якого нас арештовала милиция у Заслави. Ну, дякую богу, ситуация разрушилась людьми Хутинга, там были некоторые эксцессы, но все позднее смеялись, что, ну, пасамереч, что, вот, зрои тут нема оригинальных, что мало символика, белочервона-белая погоня, но это ж не политические символы, это ж символы невиновита. Мы, в Бельмее, то есть, когда их была в этой парад, так думали, а по таким стягам истих. Ну, червона-зеленый ты не поймешь, ну, в какие сенсы? Белочервона-белая, тут можно амбассада заявить протест. В обе поляки сами сказали, что они модная делегация, они пойди со стягами, але нам специально, мы специально овось робили стяг перших с русской бригады, и позднее, позднее, и ходили. Ну, ось, я своим коллегам, как его пошли на вздымках, Артем с Киева, реконструктор, он дает исторических наук, то есть, мы делаем медицинское войско, мы делаем медицинское войско, я делаем патрис-луцкая бригады офицеров, а это ведутся польское телепатство, достаточно, и в прайм-тайм нас запускают. Я и он моляю по польскому, и мы начинаем рассказывать именно вето про Беларусь, про тех, кого мы представляем, что мы робим, и, ну и что, я думаю, что это нам больше, чем амбасада робить, потому что наша история некой политики, а с другого богу, но важно показывать то, что у нас обведомлено поляку, белорусам, украинцам в той ситуации. Вот мы тут ставим на центральной минавито, на подрихтовке минавито, вот это Марша, у нас были винтовки, украинцев в винтовке не было, и они не приехали за винтовкой, вот, ну, хлопцы подрихтовались, и вот такие у нас в пустях, где Шестовский блок, не буду рассказывать в республике, и позднее полякам требовало тлумашить, кто мы такие, або кинулись до нас в поляки, и говорят, мы же войну проиграли, какую войну, да мы же большевики, не большевики мы, так раз и те, кто выступает и показывает, и тут уже полякам требовало тлумашить, тут такие славчаки, где они смагались, чему они смагались, за что они смагались, как их поляки кинули, так само далече, и вообще это многое требовало рассказывать, показывать, ну али при нам все, увага была маленькая, потому что и вздимки, и информация, и теканность для Служского избройного начинка, например, пройшла велика активно, и это доброе, и великий вопрос. Вот так само и вздимок, и великий вопрос, это так, взвернули увагу, али голову наль, что на это взвернули увагу про сгятые мандиры, про сгятые, вось, историю про эту, про сгятые, про сгятые парад, взвернула увагу Беларусь, и люди, на что сторонка нашей истории показана, дёэд, была, и заховывается память про гятые моменты, историю реконструкции. Я вам в Туркии сказал, на пункт того, что реконструкция, она вось допомогает, но это момент такие, под каким можно только заработать ложь. Раньше реконструкции досыть дорого каштуют, я тут про это писал, это робил, описывал, а не варто вам называть некие там кошты, а не заплатывали винить долларов, он дел может каштовать полторы тысячи долларов, и зазумели батьки, джонки, эти дешевые, там треба шмат попраться есть такой анекдот реконструкторские реконструкция, под солнцем отдыхают реконструкторы, тут один подкидывается и крышится ой, кошмар что такое? Ты приснился, что я помер, а жонка продаем, а я лишь по тих коштах, какие-нибудь сказал. Ну и это так, потому что треба подсказать, треба показать. Для чего я точно скажу, реконструкторские вещи треба отбивать. Отбивать треба на сдымках, отбивать треба на аренде, на неких речах, просто показывать и т.д. Поэтому мы проводили фильм про Рудзилу. И когда я приехал в это мундирование свеже, то шла бабуля, наши приехали. Я говорю, ну не совсем ваши, а не близко. Но смеялись администрация, смеялись люди, сказали, что хиба с 1939 года, первый раз, где кто в польский мундирование шел. Я говорю, ну так, коригинально, аутентично, треба так зарабить, як это выглядало. Ты больше не смеешь, наша такая соправная жалчурная, и варто ее показать белорусская, именно так долго текала, як это выглядало. Фильм достаточно тяжкий, а текалый. Про решетку этих опошенных водородов я сейчас вижу. И мы ненавидывались, там, брехтовались, и дыночная группа, и конструкторы, как это доброе выглядало. Это было две серые, працы были ну один день, потому что бюджет невеликий, а не и машина, и... Там была эпоха, когда есть 20-40-40-40-40-й год. Вон ты ражен из Львского замка. Подчас, когда отбываются постоянные экскурсии, подчас, когда можно уйти так глядеть, а ты стоишь, як экспонат, который у меня с Львского замка, и кажешь, блин, не какая-то банка. А вот, зарабили это нам все. И, когда собрали мы понять, что уйти так прошли, ну... Веркополу, такие места я не дозволяю этим на этой подлоге истории, зразуметь, отрывать. И... Вспонялись экскурсии, взвертали вагу, что ж там робится на этой дыночной приорудовании, и что ж я на Европе заправды. И позднее уже в итоге про это шла. Оно утро, когда лодка, что, як... Ну, потягнули увагу, и потягнули увагу тем, про что я казал. Это лекция истории, так как она нагадала. Это прошли фильмы, можно казать, крайний фильм, який мы рабили в этой зоне загороды у Станькова. Нагадаю, фильм, ну, когда я не надею, то можно его подглядеть. На АНТ мы сравнили серый-зародный облик про то, что былая рыжская мержа исновала с 1939 по 1941 год. Возьми на это вздымали этих помешников, вздымали инверсантов, людей, которые тяжко будут перевести простую мержу, зналишли антуражные места под Минском. И я, як... Не сменяемся за счёты, только в Беларуси такое махчима. Человек, який пише сценарий, який рыхтует реквизиты, если я как актёр бегает. Деланным человеку всё вздевается. Ну, али бюджеты малые, и навод бывает так, что из-за бесплатно рыближек альта, просто тому, как фильм отрымался дома. Ну, я свою отдаю, коли нема навод грошей, али отдаю, как это просто было уже взроблено на 5 баллов. За фильм не было стыдно. Наверное, такие кадры отрымливаются, коли хлопцы просто разгадают, а позднее мы глядели на текущую известия 1939 года, и там мать, что аутентичную оригинальность дыма, коли чёрн армеец глядить на эти узнагороды польские, а то и тумашить, что это в ягод и чём это там. И... Тут так само я любите, как раз дымок отрымался, и коли на фейсбуке я ему запостил, так один из знайомых написал, что а я спочатку подумал, что этот оригинальный дымок просто расформованный. А он заправлено и так, как бы то выглядало, а всё дякую тому, что реконструкция его у аутентичной его концы и у аутентичной мессы. То есть это паровоз, стерник и так далее. Всё в этом гадаю. Конечно, додаем на витотекавость антураж. Теперь я сделаю такое выступление. Мы плановим 29-го кроссовика в Минску сделать презентацию. Там будет проводиться мотоциклетная выставка выстава мотоциклов, ретро-мотоциклов у нас на дорогах мира. История Минска, можно сказать. И с этими байкерами, ретро-байкерами, мы подумали, что варто зарабить такую выставу первого белорусского мотоцикла – Ньоман. И что так далее, что у князии есть, это Ньоман. Этот мотоцикл выпускался в 30-е годы на территории заходной Беларуси, у Гродно. А фактически он оказался первым мотоциклом. И премито текавый мотоцикл. И до этого я подрихтовал, и мундир, и текавый антураж, и текавые аренши. И это заходу можно выглядеть по-иншему. Мы заходу зарабили американскую историю, так как это было. Но у нас были гангстерские томираны, у нас была полиция, и гонялись с томиранами за вильницкой мафией. И про это нажать никто не ведает. Про это варто показывать и рассказывать. Это наша сторонка истории. Поляки про это ведут, но это не их. Это не на их территорию. Доследовали их некие краницы. Али территорию зараза не складят польские дороги. А у нас есть материалы, история, и про это варто память. Про людей, какие там. Про людей.